МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С основными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина, сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Горит синим пламенем. Из-за возгорания на свалке в Чебоксарском районе ухудшается экологическая обстановка. Неформальные отношения в Чебоксарах проходят рейды по выявлению теневой занятости. Чувашские женщины, сестры, амазонок в музее Красночитайского района открылась новая экспозиция. На окраине деревни Ильбеши в Чебоксарском районе продолжает гореть мусорная свалка. Об этом сообщают местные жители. Периодически ее тушили силами МЧС по Чувашии, но проблема требует кардинального решения. Родион Архипов разбирался в ситуации. Свалка эксплуатировалась с 1979 года и исчерпала свой ресурс. Постановлением главы администрации Чебоксарского района с 1 января 2016 года принято решение о ее закрытии. Казалось, проблема решена, если бы не одно «но». Свалка периодически горит до сих пор, утверждают местные жители. Утро встаем, вот здесь по балке по нашу, вот здесь по оврагу. Очень сильно дым бывает каждый день почти. Дома сидим целыми днями, никуда не выходим. Сам я инвалид чернобыльца. У меня вторая группа, я как, дышать мне нечем. Я и так болею, и сама собой, а это еще плюс к этому. Три месяца уже так горит. Все приезжают, все смотрят, а в итоге ничего. Так и живем. Очень тяжело. Она моя соседка, у нее давление повышенное. Это вредные вещества, которые вызывают раковые заболевания, вызывают отравление. Даже жители боятся этого, потому что это бомба – это медленное действие. Потому что на будущее это скажется на наших детях. Особенно сражать беременные дети и старики, которые сидят дома. Пожар, как можно скорее, тушить надо. Хотя, чтобы только тушило пожар в Кугесе, то есть Чавасат район. То есть, всякий в этом надруга создает впечатление, что Чаваши не готовы к таким большим, крупным ЧП. Ни технически, ни организационно. Горение свалки отличается своей спецификой, утверждают специалисты. Сначала тление, затем дым. Позже, несмотря на локализацию очагов возгорания, тление может возникнуть и в других местах. Действительно, дышать очень тяжело. Не спасает даже, как предупреждали местные жители, медицинская маска. Единственное спасение – это вот этот предмет. Противогаз. Вот так и живут жители окрестных деревень и сел. Добиться полной ликвидации пожара нелегко. Рекультивация состоит из нескольких этапов. На все это нужно время. Ситуация находится под контролем администрации Чебоксарского района, соответственно, Минприроды и, можно сказать, на правительстве Чувашской республики. В администрации принимаются все меры. На данный момент разработан проект рекультивации. Он проходит на федеральном уровне государственную экологическую экспертизу. После прохождения государственной экспертизы, соответственно, администрации будет проводиться конкурс на осуществление данных мероприятий, которые будут содержать технологические и биологические этапы. И будет предусмотрено исполнение всех обязательств в течение пяти лет. И думаю, что данные мероприятия начнутся в следующем году. Пока остается надеяться, что в осенний-зимний период произойдет естественное затухание очагов изгорания. И неплохо бы поставить запрещающие знаки и ограждения, чтобы у недобросовестных перевозчиков не было соблазна тайком выбросить на уже закрытую свалку мусор. Родион Архипов, Андрей Спиридонов, Республика. В Чувашии приняли стратегию развития малого и среднего предпринимательства. Новый документ был представлен сегодня премьер-министру Ивану Маторину. С очередного заседания регионального правительства репортаж Дмитрия Ковалева. Несмотря на разработанные меры господдержки, представители малого и среднего бизнеса жалуются на трудности. Нехватка производственных площадок, высокие проценты по кредитам, частые контрольные проверки. На развитии предпринимательства все это сказывается негативно. Сохраняется отрицательное влияние тенденций в развитии предпринимательства. Все еще недостаточен уровень вклада МСП в общеэкономические показатели. Снижается доля МСП в обороте предприятий. Наблюдается рост неформальной занятости. И также отмечаем мы неравномерное развитие МСП по территориям. Решать накопленные проблемы в правительстве республики намерены поэтапно. В новом документе прописали ориентиры. Устойчивое развитие малого и среднего бизнеса, повышение его роли в инновационном развитии, совершенствование структуры экономики республики, обеспечение стабильно высокого уровня занятости населения, развитие социальной сферы, преодоление отрицательных явлений и тенденций являются целью предлагаемой вашему вниманию стратегии. В Министерстве экономического развития региона поставили планку. Доля продуктов, произведенных субъектами малого и среднего бизнеса, через 15 лет должна увеличиться в два раза. Для поддержки предпринимателей на первом этапе необходимо стимулировать спрос и снизить кредитные ставки. Увеличение в два с половиной раза оборота малых и средних предприятий по отношению к 2014 году, увеличение в два раза производительности труда тоже по отношению к 2014 году, увеличение доли обрабатывающей промышленности до 10%, увеличение доли занятого населения в секторе малого и среднего бизнеса до 35%. В целом, я так понимаю, планируется доклад ежегодный по реализации стратегии. Если нет вопросов, предложений, то с учетом доработки индикаторов принимается. Члены правительства приняли и поправку в закон о госнаградах. Работников полиции с этого года планируют поощрять новым почетным званием. Предлагается учредить в системе государственных наград Чуварской республики почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Чуварской республике». С данной инициативой в адрес главы республики обратился министр внутренних дел Сергей Дмитриевич Нияскин. Полагаем, что данное звание будет стимулировать сотрудников органов внутренних дел в достижении высоких показателей в оперативно-служебной деятельности и улучшении имиджа полиции. Новые награды полицейским намерены вручить в канун профессионального праздника. Медриковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Неформальные отношения в столице Чувашии проходят рейды по выявлению фактов ценевой занятости. Сейчас на очереди муниципальные объекты, в которых идут ремонтные работы. В одном из таких мест побывала и наша съемочная группа. Сейчас рабочие ремонтируют чашу бассейна, убирают трещины на дне. Бассейн, как и самому 132 детскому саду, более 30 лет. Заодно меняют полы, туалеты с душевыми, устанавливают новую систему отопления. Сроки – один месяц. Вместе с этим идет капитальный ремонт помещений, где располагаются группы. Но проверяющих интересовал другой аспект работ. Заключены ли трудовые договоры, выплачивается ли заработная плата. Представители прокуратуры опросили рабочих на очереди проверка документации работодателя. В случае, если надлежащим образом трудовые отношения не оформлены, все документы не составлены, то есть приказ о приеме на работу, трудовой договор, ведение учета рабочего времени надлежащим образом не осуществляется, то принимаются меры по привлечению должностных лиц и юридических лиц к административной ответственности. В последующем решается вопрос о назначении административных наказаний в виде штрафов. Такие рейды представителями прокуратуры, налоговой, пенсионного фонда и столичной администрации проводятся постоянно. В дошкольных учреждениях проверки начаты впервые. Были у нас предварительные объезды муниципальных учреждений, где проводится как раз работа по муниципальным контрактам. Были такие факты, устные правда, что есть факты неоформления трудовых отношений. Задача заключается в том, чтобы, например, по тем же муниципальным контрактам, по тем подрядчикам, которым оплачиваются бюджетные деньги, мы проверяем, насколько эти деньги эффективно используются, и есть ли от них отдача, обратный возврат бюджет в виде налогов и отчислений. С начала этого года по результатам выездов официально трудоустроили почти 5000 человек. Бюджет города поступило около 4 миллионов рублей. Кстати, сообщить о фактах незаконного трудоустройства можно и по телефону горячей линии 23 50 84. По каждому проведут проверку. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Дороги Чувашии могут стать лучше. В Москве в эти дни работает международная специализированная выставка «Форум Дорога-Экспо». В ее работе принимают участие глава Чувашии Михаил Игнатьев, министр транспорта и дорожного хозяйства Михаил Резников, представитель предприятий отрасли. Здесь, на этой выставке, все современные технологии используются. Не только на бумаге, а в практике. И тем самым каждый человек, посмотрев, оценив, может определить, какие технологии будут использованы на федеральных трассах, на региональных трассах, на дорогах к сельской местности, при благоустройстве товаровых территорий, подъездных путей. И оценить расходы, прежде всего, той или иной технологии. Можно срок эксплуатации построенных дорог увеличить, и старые дороги можно, используя современные технологии, модернизировать. И увеличить срок эксплуатации, соблюдая все меры безопасности. Выставка специализированная – это комплексное представление всей дорожной отрасли. Интересные новые технологии по ремонту дорог, много интересных добавок всевозможных, которые способствуют, допустим, укладке асфальта даже в холодное время года. Все, что здесь мы увидели, услышали, это все будет внедряться в нашей Чувашской республике. Я думаю, что на пользу пойдет, во-первых, и нашим дорожным строителям, и в первую очередь нам, наверное. И думаю, учитывая то, что все-таки нам немалые деньги дают в формировании дорожных фондов, на строительство дорог, вот при таком подходе, думаю, через 2-3 года можно привезти дороги, ну, может быть, не в полное нормативное состояние, но ежегодно хотя бы на процента 2 приводить в нормативное состояние. Сегодня же Михаил Игнатьев по приглашению посла Испании в Россию Хосе Игнатьев Карбахаль-Гарате принял участие в торжественном приеме, посвященном национальному празднику королевства. Как сказано в официальном пресс-релизе на сайте администрации главы Чувашии, между Испанией и нашей республикой выстроено эффективное сотрудничество, затрагивающее сферы экономики, культура и образования. Добро пожаловать в подземный город. Столица республики приглашает на новый туристический объект. Специалисты уже занимаются его оформлением. За ворота тайны заглянула наша съемочная группа. На московской набережной Волги продолжаются работы по обустройству входа в подземный город. Пока в истории возникновения этого артефакта больше вопросов, чем ответов. Одна из легенд рассказывает о туннелях, которые объединены в улицы и скрыты глубоко под землей. Возможно, их строили во времена гонений и смут, когда чуваши-язычники не хотели принимать христианство. Возможно, здесь прятались священники во время гонений, но на данный момент удалось обнаружить только вход. Такие предположения не случайны, ведь рядом находится множество религиозных сооружений. По историческим данным, подземный ход мог вести к мужскому и женскому монастырю. Тоннель, к сожалению, не сохранился, а вот ворота – важная историческая находка. Сотрудники архитектурного бюро попытались сохранить самобытность сооружения и реконструировали его с учетом особенностей того времени. Я конкретно, конечно, не знаю, какие тогда были ворота, но пропорция этих ворот и арка сама, она взята с той предыдущей стены, которую нам пришлось все-таки заложить, потому что стена валилась. И нам пришлось ее укрепить, сделать ту же самую арку, и сейчас идет обкладка натуральным камнем. Чтобы предотвратить повторный обвал, на склоне были высажены плакучие ивы, виноградная лоза. В планах установка фонарей, выкладка брусчатки под старину. Вход в подземный город – это уникальный объект, и, возможно, он хранит ответы на многие вопросы. После затопления водохранилища у нас это единственное место, где мы можем изучать древний город. Конечно, если начать археологические раскопки по изучению вот этих подземных ходов, которые, возможно, там есть, а может быть, там их и нет, кстати. Конечно, попутно мы получим большой материал по древнейшей истории города. Мы бы очень хотели этот проект реализовать, но тут все зависит от желания администрации города. В следующем году здесь откроется полноценная декоративная площадка и зона отдыха для горожан и гостей столицы. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика. Пока одна наша съемочная группа изучала будущий туристический объект, другая вместе с пятиклассниками посетила существующий Красно-Читайский музей человека и природа. Музей в селе решили открыть в 1977 году. Тогда и начали собирать старинные предметы, которые отражали быт и культуру чувашского народа. С тех пор их накопилось на несколько залов. Прикоснуться к истории в музее можно в прямом смысле. Экспонаты разрешают трогать руками. А на днях в музее открылась необычная выставка «Чувашские женщины и сестры амазонок». Она показывает, как видели чувашские костюмы, вышивку, орнаменты американские исследователи. Они работали в этих краях в 90-е годы. Свои научные труды ученые увезли с собой, но остались фотографии. Сразу после нашей программы смотрите интервью по существу. Гость студии и ведущие программы будут говорить о днях финансовой грамотности, которые проходят в Чувашии. А затем в 20-30 сеанс правительственной связи. В программе речь пойдет о вакцинации и о том, как быть здоровым в пик заболеваний гриппом и ОРВИ. Наши новости и программы вы можете смотреть также на нашем сайте ntrk21.ru. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин